Добрый день, 13.06 на часах. В студии особого мнения Владимир Сметанин, но главное внимание сегодня у нас будет приковано к Кириллу Черкасову, депутату Государственной Думы, зампредседателю Комитета по экологии и охране окружающей среде, фракции ЛДПР, Кирилл Игоревич. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сегодня по традиции пройдемся по основным актуальным темам, которые обсуждаются в областном центре. Так или иначе будут темы, связанные с районами, конечно же, Кировской области. Напоминаю слушателям, что есть на сайте Кирова.ру форма, для того, чтобы вы тоже могли задавать свои вопросы гостю особого мнения. Ну и кроме того, затем на сайте там же появляется и аудиоверсия особого мнения, и видео. Вы можете посмотреть, послушать, а также можете еще и почитать так называемую расшифровку. Давайте начнем с темы, которую мы сегодня затрагивали в первом части программы «Дневной разворот». Повышение пенсионного возраста. Мы говорили о том, что 9 сентября в это воскресенье в Кирове пройдет акция, митинг против повышения пенсионного возраста. У нас были в студии организаторы, они говорили о том, что присутствие на данном мероприятии открыто для всех, и представители партии, и не партии могут там быть, и свои лозунги выдвигать, и наглядные какие-то транспаранты выставлять. Скажите, пожалуйста, Кирилл Ильич, в первую очередь, вот такая активность, массовые выражения, недовольство этими планами, они что-то могут изменить еще после того, как уже президент сказал свое слово 29 августа? Я уверен, что они могут изменить, потому что к этим акциям и к этому мнению присоединилось большинство россиян, и я считаю, что если федеральная власть их не услышит, то, наверное, это будет очень большой ошибкой, и невозможно игнорировать мнение своего собственного народа. А россияне высказались конкретно против. Если Левада-центр дает, что более 50% готовы выйти на акции протеста, то, наверное, это вопрос задуматься региональным и федеральным властям, что они делают, и правильно ли они делают. В общем, не бесполезно, вы считаете? Уверен в этом. Продолжайте заявлять о своей позиции. Так. Само заявление Путина, прозвучавшее в телеобращении в конце августа, вот это снижение, в частности, верхней пенсионной планки для женщин. Может, это вынужденная мера, потому что градус накала в обществе по этому вопросу достигает уже максимального, и президент просто вынужден был обращаться к нации, чтобы нация понимала, что он участвует в процессе, что он видит то, что сегодня предлагает правительство. Какие-то изменения, реформы, которые им озвучены, они, естественно, направлены на то, чтобы этот градус каким-то образом снизить. Но я очень сомневаюсь, что женщины, наши дорогие мамы, бабушки согласятся с тем, что выходить на пенсию 5 лет – это для них праздник или для них это подарок. То есть, в любом случае, люди не понимают эту реформу, эксперты, специалисты говорят о том, что она абсолютно не продумана. И источниками тех изменений, которые пытается сделать правительство, должны быть другие отрасли или другие сферы. Но не как граждане России, которые в последнее время только и занимаются тем, что пытаются свести концы с концами с бюджетом, найти семейным бюджетом, найти работу, как-то выживать в тех экономических условиях, которые сегодня сложились в стране, по сожалению. Напомните, во втором чтении Нижняя палата парламента когда будет рассматривать этот вопрос? У вас уже назначена дата? Нет, сейчас откроется пленарное заседание, будет план работы и комитет соответствующим образом внесет на рассмотрение палаты ко второму чтению. Там сообщалось о том, что в конце сентября где-то это возможно уже будет рассматриваться? Есть поправок. Я думаю, что будут еще какие-то дополнительные консультации. Вы знаете, что в августе пытались они инициировать слушание по этому вопросу. Ну, то есть это бюрократические проволочки, которые, к сожалению, пока ничего кроме косметических каких-то мер не предлагают. А можно ли рассчитывать еще на некие послабления, отклонения от первоначального варианта заявленным правительством? Или то, что вот сказал уже президент, уже все, все... Владимир, я уверен, что активность наших граждан и на митингах, и на выступлениях, и самое главное, на выборах, которые будут по всей стране 9 числа, она внесет очень существенные коррективы. Потому что люди, которые придут на выборы, на довыборы, как у нас в Кировской области, они в том числе смогут высказать свое мнение по отношению к этому вопросу. Сегодня это неразрывно связано, ведь поддерживая кандидатов от правящей партии, вы тем самым соглашаетесь или не соглашаетесь с тем вариантом реформы, которые вам предлагают. Поэтому, уважаемые кировчане, это в том числе и в ваших руках. Я напомню, что за одобрение этой инициативы фракция «Единая Россия» в Государственной Думе проголосовала единогласно, за исключением одного депутата. Мы знаем ее имя, это Наталья Поклонская. Вот еще хочется знать обстановку в Нижней Палате Парламента. Действительно, как-то после этого на Наталью Поклонскую, коллеги по фракции «Единая Россия», ну как-то вот, ну не то чтобы ополчились, там СМИ писали о том, что не пришли на заседание комитета, который она возглавляет. Там целый ряд действий. Как сейчас чувствует себя депутат Поклонская в связи с этим? Я думаю, что с точки зрения совести она себя чувствует очень хорошо. С точки зрения там выступления эмоциональных коллег, которые в ее адрес там, это и госпожа Роднина, и еще там госпожа Пушкина, что-то пытались сказать. Ну, я думаю, что ваши коллеги из средств массовой информации, они достойно ответили этим дамам, что надо заниматься тем делом, которое ты, во-первых, знаешь, понимаешь, а второе, ты изначально должен думать не о своем имидже, а о том, что избиратели, которые тебя избирали, что думают они по этому поводу. Еще хочется узнать ваше мнение по поводу акций. Новости о них приходили из разных регионов. Это так называемый позорный полк, когда взять в руки портреты депутатов, голосовавших за повышение возраста, и пройтись. Как вы оцениваете эту идею? Любые методы хороши, потому что люди, которые столкнутся, а это столкнуется все население страны с этой реформой, они даже не предполагают, насколько будут сложны последствия, и эти последствия будут практически во всех отраслях. Я уже не говорю про снижение покупательской способности населения, там вопросы здоровья, вопросы семьи, жизнеобеспеченности, а то, что депутаты избранные, мы можем по-разному это оценивать, но своими избирателями придают интересы этих избирателей, вот здесь, наверное, да, действительно стоит задать вопрос этим депутатам, особенно одномандатникам, которых избирали те же кировчане. То есть они их уполномачили, принимать такое решение, они, когда за них голосовали, они думали, что эти депутаты так себя поведут. Это вот как раз вопрос, кого мы выбираем и ходим ли мы на выборы. Какой позиции вы придерживаетесь в вопросе проведения референдума? Конечно, я думаю, что коммунисты инициировали. Настолько принципиальный вопрос, что, безусловно, все граждане России должны высказать свое мнение по этому вопросу. Поэтому я считаю, что референдум надо проводить обязательно, это будет и честно, и показательно. ЛДПР будет взаимодействовать с коммунистами или уже какое-то взаимодействие идет? Мы изначально об этом говорили, что такие серьезные вопросы для страны должны решаться только через референдум. Но там некие сложности, насколько я знаю, да, уже возникла инициативная группа, потом еще инициативная группа, а по факту она должна ли всего лишь одна быть? Или, в общем, там пока еще непонятно, чем дело завершится? Мы понимаем, что, к сожалению, правящая партия приводит действующее законодательство в то состояние, когда она может нивелировать практически любую инициативу оппозиционных депутатов. А сейчас, как выясняется, и в целом граждан России. ЛДПР, Кировское региональное отделение будет участвовать в мероприятии 9 сентября? Я думаю, что все наши коллеги, безусловно, туда придут. А так мы заявили свой митинг, и сейчас ждем ответа городской администрации по его согласованию. На какое число можно предписаться? Предварительно 16 сентября, но, может быть, да, это будет 23 сентября. То есть мы сейчас просто посмотрим, чтобы не наложиться на какие-то другие мероприятия, которые будут происходить в городе, чтобы дать меньше оснований администрации нам отказать. Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы, сегодня гость особого мнения. У нас небольшая пауза сейчас будет, мы скоро вернемся. Продолжаем разговор. Кирилл Черкасов, депутат Госдумы. К 1 сентября хотелось бы обратиться. Новый учебный год вот-вот стартовал. Праздник, безусловно, для всех, для педагогов, для детей, для родителей. Но у нас как-то не принято в праздниках говорить о каких-то плохих вещах, негативных, но все-таки их тоже ведь немало. Проблемы с образованием, они характерны для всей страны. Ну и вот у нас как раз накануне Дня Знаний приводились цифры о том, сколько педагогов не хватает в Кировской области. Всего в нашем регионе нехватка, по официальным данным, порядка полу тысячи человек. В июле по областному центру публиковались цифры порядка полутора сотен. Накануне Дня Знаний нам удалось выяснить, что эта цифра подсократилась. Все-таки удалось привлечь новых педагогов в школы. В общем, вот этот вопрос. Вопросы образования. Какие пути выхода и пути решения таких насущных проблем вы видите? Ваша интересная информация, Владимир. Добавлю еще несколько цифр. То есть, по данным областного профсоюза работников образования, средний возраст учителей в нашем регионе 57 лет. Это да, эта цифра звучала на заседании, которое организовывала общественная полота нашего региона в начале июля. Вот как раз руководитель профсоюза там был. 57 лет поражает, конечно. Второй вопрос. Количество детей, которые учатся сегодня в школе, в классах. То есть, мы знаем, что есть нормы не более 25. И, как правило, есть рекомендации не более 4 классов. Во многих школах региона это 4, 5, 6 первых классов. А количество детей 28, 30, 32 человек. У нас есть еще одна такая норма, когда количеством квадратных метров в классе определяется снижение количества учащихся. То есть, у нас есть школы, старые постройки, где количество не может быть больше 22 человек в классе. Там 27, 28. То есть, понятно, что это возрастает нагрузка на педагога. Понятно, что возрастает нагрузка на инфраструктуру. А те проблемы, которые накапливаются, они, к сожалению, не решаются. И мы неоднократно говорили, что это вопрос, на наш взгляд, федерального уровня, когда федеральное финансирование должно не только что отпускаться в полной мере, а оно должно и контролироваться в федерации. То есть, сегодня вопрос школ, дошкольных детских учреждений, он стоит настолько остро, потому что он напрямую связан в том числе и с этой пенсионной реформой. Одно дело, когда раньше бабушки и мама выходили на пенсию в 55 лет, они могли помогать своим детям. Сейчас она не может выйти на пенсию, значит, она не сможет сидеть дома. Кто будет водить ребенка в школу, в детский сад, кто его будет встречать? Это в том числе и вопрос наличия места в детских садах. Сегодня в Кирове их явно не хватает. И заявление городской администрации, что нечего пиариться на этом, у нас возникает абсолютно другой вопрос к ним. Это вы имеете в виду комментарии городадминистрации, когда проходило мероприятие в начале августа? Да, его проводили мои коллеги, депутаты городской думы от ЛДПР. И мы задаем вопрос господину Шульгину. То есть, у нас меняются мэры, меняются чиновники, которые отвечают за образование, а проблемы остаются одни и те же. То есть, когда вы, наконец, начнете не разглагольствовать и прятаться от родителей, а когда вы начнете решать эти проблемы? Ну, они же говорят, что проблема, она масштабная, она объемная. Так быстро не решить, каждому не предоставить. Потерпите, подождите. Нам ставят очередные сроки, год, полтора, два. Хотя я прекрасно понимаю, что еще много лет назад говорилось о том, что у нас вот-вот будет решена эта проблема. И нам каждые выборы они обещают, развешивают по всей области рекламу, что строятся там сотни тысяч мест и в детских садах, и в школах, но их реально нет. А заявление президента о том, что дети должны учиться только в первую смену, как они ответят здесь на местах, почему у нас дети учатся и во вторую, и в третью смену. То есть, это полное невыполнение поручений президента получается. В указах президента об этом говорится, и сейчас, если не ошибаюсь, новая дата там поставлена, когда мы должны перейти к обучению в школах только лишь в первую смену. Да, да. Поэтому здесь вопрос к качеству чиновников и к их ответственности за порученную работу. То есть, если это не сделано, то, значит, надо менять таких чиновников, а прикрываться тем, что вот до этого там были одни, сейчас пришли другие. Люди живут в Кирове постоянно. Если там до этого работает одна команда, она куда-то уезжает, потом привозят другую команду, это не значит, что люди должны ждать, пока эти команды там приноровятся и поймут, в чем проблема. Кстати, с новой командой в городской администрации вы встречались, беседовали? Ну, мы пока ее новой называем. Да. Встречались? Да. Как он? Илья Вячеславович Шульгин, его заместители? Я считаю, что это вот одна из самых больших проблем, когда, во-первых, приезжают люди из других регионов, мы уже это видели и наблюдали не раз. То есть надо в любом случае познакомиться с регионом, познакомиться с вопросами, а на это уходит время. То есть это первая проблема. Вторая проблема, это, конечно, квалификация сегодняшних чиновников, которая, на мой взгляд, абсолютно не способствует тому, чтобы городские проблемы муниципального образования Киров решались в той сфере и в том качестве, и в те сроки, которые необходимы. Это вы в общем и целом говорите о квалификации чиновников или отдельных личностей? Или это конкретно городские, это городская команда, это региональная команда. Можно взять, там, у нас есть такой Бондарчук Руслан Анатольевич, новый министр строительства, до этого он работал в здравоохранении, то есть это проблема обманутых дольщиков, это проблема переселения из ветхого арейного жилья, это проблема предоставления детям-сиротам. То есть у нас есть факты, у нас есть цифры, где прямо видно, что ни он, ни городская команда, то есть новые руководители, там, Шульгин, Ященко, они просто не понимают, что то, что они делают, это, во-первых, публичная сфера, это все видно, и что через буквально там короткое время не только мы, депутаты оппозиционных партий, будем задавать им вопросы, но и другие организации тоже к ним придут и начнут спрашивать. Ну, тут... За порядок в городском хозяйстве. Ну, при Кате вне публичности Шульгина, ну, наверное, не знаю, наверное, не слишком оправданно, все-таки мы видим, чувствуем, что глава администрации, сети-менеджер открыт. Я сейчас говорю о конкретных делах. Одно дело, когда ты просто говоришь, а другое дело, когда это проецируется на проезжую часть, это проецируется на вывоз мусора из города, это проецируется на то, как ездят автобусы, какие маршруты, почему у нас сокращаются хорошие маршруты и появляются непонятные коммерческие. Когда люди в районах говорят, что для того, чтобы попасть к специалисту в Кирове, они вынуждены тратить 300-350 рублей. Мы начинаем выяснять, оказывается, что, чтобы доехать от ЖД вокзала в Кирове до ряда центральных наших больниц, где сосредоточены медицинские услуги высококлассных специалистов, то люди должны делать две пересадки. А каждая пересадка – это деньги. Если человек едет с ребенком или сопровождается с родителем, это двойная нагрузка для людей. То есть неужели сложно пустить этот маршрут, как раньше он, например, на Московскую ходил в 68-м, а его взяли и отменили. И в угоду каким-то своим интересам сделали два маршрута. И люди вынуждены ехать с пересадкой. Потому что понятно, что человек, который обращается к врачам с травматологией или с чем-то еще связанной, в перинатальный центр едет, он не может идти пешком то расстояние, которое ему предлагают пройти чиновники. Но здесь-то они могут включить голову и хотя бы чуть-чуть поработать для людей. Но те вопросы, которые вы упомянули, это и дороги, и мусор. Я думаю, что мы о них чуть позже поговорим поподробнее. Все-таки еще хотелось бы к теме образования вернуться. В части зарплат педагогов. Мы тут знаем, что с 1 сентября фиксированную часть мы увеличили до минимального размера оплаты труда. И по словам экс-руководителя областной системы образования Анатолия Чурина, это решение было принято еще в июне этого года. И давалось это все очень непросто. Многие педагоги задаются вопросом. Почему такая несправедливость? Почему педагог в столице получает одни деньги? Гораздо больше, чем у нас в Кирове, в Кировской области. Почему бы? У нас же единое образовательное пространство. Давайте его и сделаем единым в плане, собственно, на удовольствие денежного педагога. Мы абсолютно поддерживаем эту позицию. И в Москве, когда мы встречались с министром образования предыдущей, и когда проходили законопроекты, мы говорили о том, что образование, тем более дошкольное и школьное, это там, где сформируется личность. Это там, где мы готовим своих сограждан стать нашими партнерами, нашими гражданами полноценными. И экономить на этом точно уже, наверное, все понимают, что нельзя. И поэтому, естественно, когда какой-то регион богаче, они могут много рассказывать, что там уровень жизни, еще что-то, еще что-то. Но время, которое люди посвящают обучению детей, которое посвящают себе фактически всю свою жизнь, а этой работе, оно одинаковое, и оно бесценно и в Москве, и в Кирове, и в Вятских полянах, и в Мурашах, где угодно. Поэтому, конечно, позиция нашей партии ОДПР, она однозначна, что педагоги должны, естественно, получать примерно одинаковые средства, в зависимости от часов. Но минимальная заработная плата должна быть точно фиксирована, она точно должна быть одинаковой. Не может женщина, учитель из Иркутской области, на прямой линии с президентом сказать, что у нее зарплата 12 тысяч, а президент удивляется страны. То есть такого не может быть в Федерации. Это, конечно... Да может, оно есть. Так это же вопрос, в том числе, и перетока кадров. То есть это и образование, и медицина. То есть мы здесь сталкиваемся с чем? Что наши молодые ребята, они не хотят работать, они получают образование у нас, а уезжают работать в Нижний, в Казань, в другие регионы. Там зарплата выше. А уж тем более они не хотят ехать в муниципалитеты. Поэтому здесь вопрос, безусловно, и региональной, и федеральной власти. Но в целом я абсолютно согласен с учителями, с врачами, что действительно сетка должна быть единая. И надбавки, пожалуйста, но минимальная база, она должна быть такая, чтобы эти люди не сводили с конца и с концами, а они чувствовали достойную оплату за свой труд. Чья эта задача, в первую очередь, в систему каких-то надбавок, еще выстроить, пересмотреть областных властей? Я думаю, что федеральных. Я думаю, что федеральных. Мы не должны сегодня зависеть от тех людей, которые приходят в региональную власть. Это могут быть разные люди и разного уровня специалисты. Мы не должны зависеть от того, как там что-то ему показалось. Это должна быть единая система государственная, которая работает на то, чтобы было комфортно всем. А подготовка новых педагогических кадров, если вернуться к той цифре, которую вы озвучили, 57 лет среднего возраста учителей в регионе. Так это и говорит о том, что ничего радостного в этом нет. Безусловно, вы абсолютно правы. Это как раз еще один из штрихов к пенсионной реформе. Это отсутствие мотивации у молодых ребят получать эти специальности и работать в этом направлении. Потому что сегодня просто посылами никого не уговоришь. И статьями или какими-то выступлениями по телевизору. Люди хотят получать достойную зарплату, они хотят жить в достойных квартирах и иметь полный набор услуг. Как известно, у нас в области есть так называемая подъемная, которая педагогам выдается на селе. Чиновники говорят о том, что и эти суммы, в общем-то, не очень-то и привлекают. Значит, надо пересматривать эти суммы? Пересматривать? Конечно. Увеличивать? Естественно. Если нет спроса на эти пособия, на эти подъемные, значит, надо их увеличивать. А в областном центре это, если не ошибаюсь, не могу ошибаться, всего лишь 50 тысяч рублей. Это очень небольшие средства. Неоднократно уже говорилось о том, что надо увеличивать и систему поощрения, и систему мотивации для того, чтобы молодые специалисты приходили в эту сферу. Средина часа у нас сейчас будет традиционная реклама. Я напомню, что в особом мнении мы сегодня слушаем Кирилла Черкасова, депутата Государственной Думы. Вы, слушатели, заходите на наш сайт, если есть такая возможность, если есть интересующий вопрос, пожалуйста, его пишите. Пауза. Продолжаем нашу беседу. Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы. Вот про мусор вы сказали уже несколько слов. Я сейчас хочу расширить. Мусорный коллапс, так вы его уже назвали, жители Кирова уже несколько недель. И сообщения об этом идут в социальных сетях. И действительно, мы видим, многие из нас видят эту картину, когда мусор из баков не вывозится, и уже масса совещаний оперативных городской администрации на эту тему прошла. Естественно, чиновники пытаются увещевать, призвать к ответу. Уже там прозвучали, ну не то чтобы угроза, но да, по сути, это угроза, что управляющие компании могут лишиться лицензии. Управляющие компании ссылаются на САХ, которая ссылается, в свою очередь, на большую задолженность со стороны управляющих компаний. Сократилось количество контейнеров. В общем, так и не поймешь, кто реально ответственник за эту проблему. И все это, конечно, накладывается на понимание того, что с 1 января у нас вроде как новая система. И вот сейчас мы все гадаем, сколько мы будем платить. Причем будет платить каждый член семьи. Вот ты родился, появился на свет, и уже отдай эти деньги. А если ничего не изменится, за что платить? Очень много вопросов. Эти вопросы, я думаю, что одни из самых актуальных сейчас, потому что, во-первых, люди платят за эту услугу, а во-вторых, санитарные состояния, тем более стоят теплые дни, оно, естественно, резко ухудшает ту инфраструктуру, которая их окружает. И здесь, наверное, вопрос, прежде всего, городским властям, потому что это их обязанность, чтобы в городе был порядок. И уже это их задача разбираться или с управляющими компаниями, или с САХом, или с Копритом. То есть это их задача. Здесь, я думаю, что не стоит им перекладывать ее на простых людей или на экспертов, хотя те неоднократно их об этом предупреждали. Когда у нас с Нового года подняли тарифы на 40%... На перевозку. Да, и неоднократно поднимали вопрос, что если поднять тарифы на уборку этих площадок, то, соответственно, автоматически эта услуга станет фактически недоступной. Поэтому это вопрос напрямую к городскому руководству, к их компетенциям в этой сфере. И хочется им, конечно, порекомендовать быстрее этот вопрос решить. Потому что если мы вот с этими кучами мусора и с крысами, которые там сейчас уже появились достаточно крупные... Массовым явлением. Да, столкнемся с каким-нибудь или укусом, или нападением, или еще что-то, то мы опять прогремим на всю страну. И вот тогда они быстро, наверное, начнут решать вопрос. Поэтому здесь вопрос, как они быстро, оперативно смогут решить эту проблему, а не прятаться за какими-то там отписками или отговорками. Ее надо решать. Решать быстро. Есть цена вопроса, есть понимание, кто его может решить. Вот задача городской администрации быстро, оперативно это сделать. Мы сейчас после встречи с вами идем встречаться с господином Ященко, и как раз будем эти вопросы ему задавать. Проститель главы администрации. Да, он сейчас исполняет обязанности. Мы как раз этот вопрос ему зададим. Что касается деятельности регионального оператора, которым стал Куприд, как известно... Мы комментировали с коллегами. Есть уже какие-то опасения, что все будет работать? Есть больше опасения, что это не будет работать, потому что... Вообще не будет работать? Это поработает какое-то время, потом там сменятся управленцы, они сейчас уже там начинают меняться, потому что старая команда понимает, что она не может поставить свои подписи под те цифры, которые декларируются. А через какое-то время они повторят путь ленинской управляющей компании. Они поменяют на похожие названия, а потом идут в банкротство. Беда в том, что они все это время будут собирать деньги с населения. И это вот большой вопрос. Мы встречаемся с профильными министрами, с Албеговой, с Редькиным, разговариваем о том, что покажите нам, пожалуйста, эту схему и обсудите ее, насколько она рабочая. Насколько деньги, которые сейчас будут заложены в платежках каждого жителя региона, вы правильно сказали, не только муниципалитетов, городских, но и сельских поселений, как эти деньги и куда потом денутся. А деньги немалые, надо полагать. Да, это речь идет о сотнях миллионов рублей в год. Так, тема дорог. Нет, давайте сначала тему ЖКХ. Все-таки ЖКХ тарифов с 1 июля, как известно, в областном центре, они увеличились до, на, вернее, 7 с лишним, почти на 7,5 процентов. Я что-то не слышал еще такого возмущения по этому поводу, но, по моим ощущениям, вот когда начнется отопительный сезон, и люди начнут сравнивать цифры в квитанциях, которые в прошлом году были, они это заметят. Многие недопонимают, почему так резко увеличились тарифы. И почему мы опять впереди страны всей. Почему мы все. Региональное правительство соответствующее решение принимало еще в конце прошлого года, в конце 17-го года, да? Средний размер повышения не более 5,5 процентов. Но у нас вот нам не повезло кировчанам. Очередной раз. Четко должны сказать, что последние несколько лет в сфере ТЭКУ у нас порядка нет. Приход нового зампреда Редькина, на мой взгляд, не только не улучшил ситуацию, а ее ухудшил, потому что человек просто не понимает, о чем речь, и какая сфера ему досталась. И те действия, которые проводятся чиновниками, они говорят о том, что они просто не понимают, что происходит. У нас в одном муниципальном образовании может быть 2, 3, 4 варианта теплоснабжения. И люди, живущие на одной улице, но в разных домах, получают разные квитанции. И есть специалисты и в общественной палате, люди, которые великолепно разбираются в этом вопросе. Есть эксперты, которые работают и в других учреждениях, которые говорят, что надо сделать план и посмотреть вообще в целом, что у нас с теплом в регионе происходит. Потому что у нас топят и мазутом, и дровами, и углем, и газом. Но при этом... Еще торф обещают подключить. Да, еще торф подключить. Но при этом, например, в том же котельниче, где за тепло в сезон отопительной платежки доходит до 12-14 тысяч рублей, сейчас вот новая схема, которую пытаются сделать с газовиками, она не оптимальна. То есть даже сами сотрудники говорят, что она изначально закладывается не оптимально. То есть для людей прежде всего. У нас в Новоавиатск такой же ситуации, когда есть несколько решений. И сейчас все очень внимательно смотрят, как будут подписаны конституционные соглашения. И здесь хочу обратить внимание, что мы с экспертами встречались, мы говорили о том, что в рамках этого соглашения должны быть прописаны, что Т-плюс действительно делает инвестиции. То есть действительно они что-то будут вкладывать. А не так, что они 3-4 года будут собирать по 600-700 миллионов в год, а потом они, может быть, что-то сделают. Этот вариант мы уже видели в Коми, в Иркуте, когда практически был разморожен город. Это все та же Т-плюс. И, конечно, мы сейчас с другими депутатами от нашей партии, от коллег наших оппозиционных будем очень внимательно смотреть, как и кто будет подписывать это соглашение. И зададим достаточно большие вопросы, в том числе обязательно направим запросы в правоохранительные органы, чтобы была проведена антикоррупционная экспертиза тех соглашений и договоров, которые будут подписаны. А, кстати, да, вот некие подробности появились этого конституционного соглашения уже летом. На ваш взгляд, должна ли эта тема широко все-таки освещаться? Потому что вот эту новость, если не присмотришь, ее специально не увидишь. Да, концессия, да, большие деньги. Но ведь это касается каждого из нас, будущего каждого из нас. Здесь, наверное, проблема стоит в нашем менталитете. Люди привыкли получать платежку и верить показаниям, которые приходят, и платить. А сколько она там за тепло? 1500 или 1700 или 2300? То есть это уже второй вопрос. Это те же дома, которые, например, остались на старой схеме. Или вот сейчас вот у нас в Коминтерне, например, два дома попали под новую систему, там построили газовую котельню, тариф не уменьшился, а увеличился. А им объясняют, что это инвестиционная составляющая. Вот вы 10 лет поплатите такой высокий тариф, а потом вам его снизят. У нас вопрос возникает. То есть как? А если человеку не 10 лет жить осталось, а меньше? Это так же, как с капитальным ремонтом домов. А если люди вообще-то спланируют переехать? То есть где честность и где вообще здравый смысл? И где справедливость в конце концов. Да, то есть вот здесь очень много вопросов. И как раз вопрос тепла, на мой взгляд, один из таких очень актуальных и существенных для семейного бюджета. Поэтому не то, что публичное обсуждение, не то, что привлечение экспертов, а это должна быть полноценная дискуссия на разных площадках. И безусловно, туда должны быть допущены не только депутаты, но и представители общественности, экспертов, кто работает в этой сфере. А не заинтересованные лица, в том числе из управляющих компаний, сегодня ни для кого не секрет, что есть несколько схем, по которым эти сотрудники недобросовестно получают, извлекают дополнительную выгоду для ресурсоснабжающих организаций. Даже Верховный суд был вынужден поменять систему прецедентную. Сейчас вот в Тюмени первый прецедент, когда двойные платежки завернули. У нас есть еще 4 минуты на наше общение. Тему дорог хотел бы тоже поднять. Как известно, в этом году у нас реализуется программа Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Миллиард почти 200 миллионов рублей. До 31 августа подрядчики должны были сдать все объекты, но этого не произошло. Дирекция дорожного хозяйства уверяет, что, в общем-то, ничего страшного, доделают. Все-таки июнь был дождливый. Но недавно общественники в нашем эфире говорили о том, что да, с одной стороны дороги лучше становятся, но с другой стороны, почему нет капитального масштабного ремонта? Ведь под дорогами у нас проходят сети. Почему бы не согласовать? И до сих пор этого нет. Чего бы не согласовать? Сначала сделать то, что там под землей, чтобы не разрывать потом. А разрывать все равно будут. Все равно придут. Вот придут коммунальщики и скажут, ну хорошо, вы сделали дорогу, а нас это не волнует. У нас дом без отопления. И нам приходится все это выкапывать. И в том числе они взывали к высшим силам, в качестве которых я имею в виду, возможно, депутатов государственных дум. Почему депутаты там не подскажут наверху, что нужен более комплексный подход? Программа-то ведь федеральная. Что ответите общественникам? Ну, отвечу, что у нас, наверное, ни для кого не секрет, что в том числе стараниями депутатов ЛДПР некоторые господа, в том числе там замы губернатора, были вынуждены покинуть Кировскую область, а их назначенцы там в лице Минькина и остальных покинуть свои должности. К сожалению, мы считаем, что эта сфера до сих пор не открытая, не публичная, она закрытая. Истории, которые постоянно сопровождаются Вятавтодором, участие-неучастие в аукционах, передача на субподряд, потом взячу, это чисто коррупционная схема. Вопрос качества приемки дорог, он тоже лежит в этой же плоскости. То есть тех чиновников, которые принимают, они с одной стороны объявляют, что сейчас, да, мы будем делать публичную сдачу дорог, мы туда пытаемся приехать, в это время никого нет. Спрашиваем, когда проходила приемка, она, оказывается, произошла раньше. Или начинаем разбираться с конкретными дорогами, сдана улица Чернышевского, а там громадная яма напротив 53-й школы. То есть там улица Краснофлотская, то же самое. Они сделали бордюры, отсутствует ливневка. Вопрос, как ГДМС и другие чиновники принимали эту дорогу. Или когда формировали лот, какие туда требования были заложены. И мы помним, что везде по всем этим позициям есть очень четко. Сейчас есть гарантийное обслуживание. То есть тот, кто сделал дорогу, он несет на нее гарантийную обслуженность. Здесь вопрос чисто к чиновникам. Как вы прописываете лот, и как вы проверяете компанию, и как вы ее допускаете. Почему-то на каких-то интересных лотах, как в русском произошло, допустили никому неизвестную компанию, которая не справилась, исчезла, и все. И спросить не из кого. Сейчас вынуждены были, насколько я знаю, дополнительно брать второго подрядчика и выполнять дополнительные средства. Кордор Мостро, если не ошибаюсь, должен был завершить работу. И где работа с проворохранителями, которые должны пойти просто по следам и выявить этих недобросовестных исполнителей. Поэтому здесь полностью ответственность людей, которые отвечают за эту сферу, и никакие там отсылки на дожди, на погодные условия, они не должны приниматься. Должны отвечать и те заказчики, которые размещают этот заказ, и те подрядчики, которые выполняют. И заказчик должен внести точно такую же ответственность. Еще минута у нас есть, и хотелось бы услышать, что Ваш Пирел Георгиевич, комментарий по поводу уголовного дела по продаже земли в парке Победы. Многие кировчане надеются на то, что все-таки следователи озвучат фамилии, те, кто, собственно, виновен в этом, во всем, ну и многие кировчане. Владимир, Ваши... Хотели бы видеть в качестве обвиняемых бывших руководителей города. Ваша радиостанция и другие газеты, они уже полностью, вятский наблюдатель, прекрасно расписали всю схему, она всем абсолютно понятна. Понятно фамилия чиновников, команды Быкова, которые все это организовали и сделаны. Понятно даже схема, которая потом была сделана и с прокуратурой, и с судом, когда они отсудились. Сейчас, я так понимаю, вопрос политического решения. То есть, будет оно принято или не будет принято. То есть, власть в очередной раз спасет, закроет своих. Или она все же пойдет принципиально до конца, она назовет, как вы правильно говорите, и фамилии, и участников, и их роли. И они получат реальные сроки. Все это, я думаю, послужит хорошим примером для и новой городской администрации, и для тех чиновников, которые сегодня занимаются этими вопросами. Потому что сейчас уже опять начали разговоры о том, что вроде бы как опять там вот эта точечная застройка, выделение земельных участков, переводы их из одной категории в другую, продолжилось. То есть, у нас уже сейчас есть сигналы, сейчас уже есть сигналы по обманутым дольщикам, что их не включают в список. То есть, опять чиновники, которые, как вы говорите, из новой команды, они встают на те же самые лыжи, к сожалению, и идут по той же самой лыжне, по которой ходила прежняя городская администрация. Поэтому я уверен, что мы с коллегами добьемся всестороннего объективного рассмотрения этого дела. И если это попытаются спустить на тормозах, значит мы подключим федеральные структуры, которые бы оценили действия своих региональных коллег. Но просто так мы это не оставим. Мы инициировали все эти расследования. И, безусловно, с коллегами из Городской Думы мы их доведем до конца. Спасибо, Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы. Особое мнение на этом завершается. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам большое.